Гражданский альянс Казахстана поддерживает программу противодействия коррупции. Партии Нур-Атаны готов участвовать в ее дальнейшей реализации. Проект документа, рассчитанный на целое десятилетие, обсудили в Астане. Организатором встречи выступил гражданский альянс, объединяющий порядка 500 неправительственных организаций. Многие из общественных объединений уже внесли свои замечания и предложения в проект антикоррупционной стратегии. Мнение антикоррупционеров и партийцев выслушал наш корреспондент. До начала мероприятия остаются считанные минуты. Лидеры неправительственных организаций и главы региональных гражданских альянсов успевают и антикоррупционную программу пролистать и пообщаться с коллегами. Сергей Худяков приехал на эту встречу из Петропавловска. Североказахстанский гражданский альянс возглавляет уже 10 лет. Проект программы для него не просто сухие безликие страницы. В них отражены и наши предложения, говорит НПОшник. А еще у нас есть совместные с Нур-Атаном вполне успешные социальные проекты. И еще есть конкретные инициативы. Начинать учить, говорить твердое нет коррупции, малышей в детсадах, школьников и студентов. Формирование именно честности, отношения к другу, к семье, к стране, оно же все складывается как кирпичики. И вот эти кирпичики как раз формируют то самое неприятие коррупции. Неприятие неправильного, нечестного образа жизни. Эту мысль о том, что нужно начинать с молодежи и семьи, повторяли сегодня не раз. Говорили и о преодолении неправильных стереотипов. Для того, чтобы преодолеть коррупцию, нужно, чтобы каждый гражданин понял, эти вопросы касаются не только государства, не только правоохранительных структур. Это вопросы, которые касаются каждого из нас. Только так мы сможем эффективно на всех уровнях противодействовать этому социальному злу. Вот узкая дорога, она была сокращена на 3 метра или на 2 метра, потому что надо было с этого поймать деньги. А твои родственники не смогли обогнать машину и перевернулись, ушли в кювет и погибли. Что это? Миллиарды, которые там качаются, что ли? Мальчишка купил за взятку, как мы сейчас говорили, права, и задавил твоего родственника. То есть нельзя сейчас говорить, что все это космическое, это все это где-то в Жахтабол, Жадхан-Жахдай. Это все касается нас сегодня, каждый день. В первую очередь нужно искоренять бытовую коррупцию, уходить от привычной нам инертности в мышлении к большей гражданской активности. Если, например, в Соединенных Штатах это не проблема обратиться в суд и так далее, и так далее, на сегодняшний день люди боятся, они боятся вот этих судов и так далее, о каких-то вопросах излишних. Все хотят обеспечить себе спокойную жизнь и готовы платить 20-30% экстра, как мы говорим, за то, чтобы их просто не трогали. Профессионал, уверенный в своих силах знаний, он никогда взятку не даст. Взятку дают те, кто не уверен в своих знаниях, не профессионалы, те, кто привыкли так решать. А профессионал, он всегда найдет работу и всегда будет в себе уверен, он не будет давать взятку. В антикоррупционную программу Нур-Отана вошло немало предложений от гражданского сообщества, в частности, инициативы по внедрению мониторинга за расходованием бюджетных средств, выделяемых в регионах на госсоцзаказ. При этом результаты таких исследований делать доступными всему Казахстану. Программу представят на рассмотрение полицовета партии уже в ближайшее время. Низя Туякова, Идус Медельбеков и Аманжо Байгазин, Астана.